Здравствуйте! ВК в Алтайском крае снова 43. Ну конечно, Алексей, дожили. Все на пределе. И сейчас в районе минус 40. Как-то будет с культурными растениями. И вот, знаете, я продаю косточки культурных абрикосов. Но манджурцам, сыновьям манджурцам, я даю гарантию, ни черта не будет. Это их родина почти. Потому что для них предгорье Сихотолиня, те же самые, что предгорье Алтая, разницы для них никакой нет. Ну конечно, приспособиться надо. Южный склон, западный склон. Сами понимаете. Это лучше, чем на ровном месте. И так далее. Правильная посадка, о которой только сейчас говорили. Не мешать залечивать раны. А культурная, вы знаете, вот давайте вспомним это. Катя Кузнецова. Здравствуйте. Наверняка тут. Или сегодня элизатор посмотрим. Так вот, это же фильм. Вот. Мы показывали ваши абрикосы. Когда я высылал косточки Фаины и Академика Косточки, я не то, что... Ведь я высылал не для того, чтобы сказать, Катя, ты обедаться будешь абрикосами. Да, обедается. Но я-то для другого. Я хотел узнать, до каких пор они могут существовать. До каких... Да где у неё предел? Ну, в каком году? Ну, наверное, раз они уже дали 2-3 урожая, да. Им надо несколько лет до первого урожая. Она их не калечила. Лет, наверное, Катя... Потом, напомните, лет 6-7, наверное, уже прошло. Так? Как посадили. За это время 40-градостные морозы были, были. А она нам предъявила деревья с абрикосами, скульптурными. Пусть помельче, чем натурально. Ну, вот же я показывал в этом же самом, в этом самом. Сейчас не хочу, у нас время уходит. Я не хочу сейчас возвращаться. Но вот когда я показал несколько фотографий, там была одна его роскошного, прекрасного абрикоса Фаина. Из косточки. Почему она не замерзла? Ведь за 7-то лет, сколько там этих зим было 40-градостных? Мой вариант такой. Мне хочется в это верить. Я хочу верить в то, что бригитативная гибридация существует. И что туда, в организме этих самых культурных, роскошных абрикосов, ведь косточка была взята вот с таких вот, с 80-граммовых, со 100-граммовых этих. Представляете, это невероятно. Их вообще, считают, что в России нету. Их вообще нету. Вот таких вот. А у Кати они дали урожае 6-7 лет, не замерзли. И это внушает надежду, доверие в то, что вегетативная гибридизация такая, что гены Мальжульских абрикосов перебрались на новую родину, внедрились в то, чего не может быть никогда. Вы сейчас начинаете вот так. Нет, вы-то не будете. А там где-то услышит этот самый, допустим, министр просвещения, даст команду проверить, не морочить железо в голову. Вот. Вот ему скажут, так, мы подняли на уши всю Академию наук, нам, вот, интересно, было заявлено. Все, это чепуха. Это примерно такой же уровень, как тот самый ученый из Северо-Запада, я так уже, вот, доктор наук, который написал письмо главному редактору газеты «Ваши шесть соток», и там было написано, что железо этого не может быть, потому что у меня все абрикосы, я уж чуть-чуть покороче, все абрикосы у меня погибли. Допло отношений. Вот это их логика. А мне кажется, мне хочется в это верить, потому что, а вдруг в эту зиму, ну, не было морозостойкой, то есть морозной. Я спрашивал у Кады, там 30 чем-то, это для них семечки, для абрикосов. А вдруг они возьмут, в этом году погибнут? А где, а как я проверю? А может, она, конечно, я их изгнаила. Мало, да, у меня вот такая папка, там абрикосы, персики, черешни, вишни, сливы, все это уже плодносит по всей России. Вот. Мы потом вернемся к этому злому письму, там получается, что ни хрена этого не может быть. Вот. Проявлять же человек не стал, вот. А злое письмо такое, для всех же пишется. Вот, оно же нечастное. И получается, надо продолжать, надо продолжать. Вот. И таких косточек культурных разосло много, будем ждать. Так. Так что, что будет с культурными абрикосами с косточек, это вы нам расскажете, Алексей. Надеюсь, уже в середине лета. К этому времени все станет ясно. Так. Ожоги появляются с юго-западной стороны. Ну, да, я так практически, я так и сказал. Вот. А у нас постоянно дует ветра. У нас в юго-запад нет. Обычно с северо-запада самые злые ветра. Ну, везде свое. У нас, допустим, горы, они вот так вот делают. Знаете, как у нас? Вот так. Так, я хотел весной культурных абрикосов взять черенки, напрямую к манжурцам. Да, ради бога. Культурные выросли за лето. Так, 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 так. Проблемы с культурными абрикосами нет. Я их перестарался, много нарезал. Я думал, будет большой спрос. Деньги нужны. Ну, правда, у меня еще, именно культурных, у меня еще сотня-две черенков, если все в кучу собрать. И поздние. И Липева есть. И Фаина есть. И Рыжая есть. И Королевские есть. Это все супер сорта. Это моя высшая лига. То, чего нет больше ни у кого, не считая мои друзья. Вот. Их все равно рассаживать из школки и обрезать. Да, совершенно верно. Их все равно рассаживать и обрезать. Ну, пока посмотрим, как они перенесут. Весна покажет. Так, ну что, мы, кажется, закончили. И уложились в свой час. Так. Так, 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 так. Так, ну, я уже убедился, что какие-то выводы. Антон полноценный докладчик или там Лек-электор. Вот. Троценко Павел серьезнейший мужик. Вот. Это второй. Как бы сказать-то это. А Антон Валерьевич очень хочет, чтобы именно Ирина Александровна читала курсы лекции. Вот платные курсы лекции, зарплаты. Я Антон Валерьевич вам напоминаю на всякий случай. Хотя, 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 не знаю. Это очень серьезно. Так. Ну, что, после слов, вот-вот. 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 Жалко расставаться. Артон. Продолжение следует...